Как выращивать фоксы многолетние? Посадить фоксы на даче и создать красивый цветник. Задание не на один день. Распланируйте посадку еще с осени. Выберите место, подготовьте, затем повторите обработку по весне. Как? Мы расскажем. Выбор места посадки под многолетние фоксы. Высаживайте многолетние фоксы на открытом ровном месте без подтапливаемых участков. Эти цветы даже не рассматривают вариант подтопления или переувлажнения, поэтому откажитесь от болотистых участков, либо доработайте их. Дренаж в саду своими руками. Не садите на низинах и на склонах. Сочетание умеренной влаги с обильным освещением дает пышное цветение. Разместите фоксы на солнечной стороне сада, но оставьте растениям выбор. Частичное притенение в особо жаркие дни. В период летнего палящего солнца поможет цветам выжить. Схема посадки фокса в саду. 50 на 40 грядки. Расстояние 30 сантиметров друг от друга. 45-50 сантиметров до соседних растений. Сейчас можно создавать геометрическое украшение сада, композиция, состоящая из нескольких простых форм. Например, высадить фоксы многолетние в ряд или квадратов, а вокруг кольцевая посадка однолетних фоксов или других растений на один сезон. Время посадки фоксов многолетних в саду. Высаживают фоксы многолетней весной, как только прогреется почва. Рассчитывайте время так, чтобы успеть подготовить зону посадки, насытив удобрениями. Раньше с семян можно было высадить черенки летних сорта на один сезон, которые приживаются быстрее. Однако плюс весенней посадки многолетних фоксов с семенами в том, что цветы выращивают и вырастают крепче. Они лучше приживаются и дольше цветут. Подготовка почвенной смеси под многолетние фоксы. Осенью внести органические удобрения, перепревший навоз, перегной и перекопать почвенную смесь. Многолетние фоксы предпочитают слабокислые грунты или почву нейтральной реакции. По структуре ревкая, умеренно влажная, питательная, дренированная смесь. Поэтому суглинистые грунты подходят лучше плотных. Как раскислять грунт? Известь 200 грамм на метр квадратный. Доломитовая мука 1 стакан. Весна. Садовую зону начинают перекапывать с начала апреля. Подстройте график подготовки посадочного места, исходя из погодных условий в вашем регионе. Для начала внесите перегной, компост, смешанный с костной мукой или древесной золой. Через 2,5 недели повторите обработку почвенной смеси минеральными компонентами и окончательно оформите садовое место. Следующая подкормка в мае после пересадки флоксов многолетних в грунт. Схема заделки для низкоросых и высокоросых сортов флоксов. Первое. На 30 см друг от друга. Ряд низкоросых 35 см в длину. Посадка на 1,5 см почву. Пролить водой. Второе. Высокоросые на 40 см между рядами и друг другом. От других растений на расстоянии полуметра. Обязательно увлажнить. Заделка семян почвенную смесь с учетом верхнего мульчирования. Присыпать землей, чтобы сохранить влагу сразу после посадки. Секреты выращивания флоксов многолетних. Высадить в пасмурную погоду. Мульчировать торфом плюс соломой. Удобрять жидким коровяком в мае. Разбавить 1,20 с водой. Добавить аммиачную селитру в первой половине вегетации. Не более 10 г на ведро воды. Плюс доломитовая мука. Далее подкармливать только фосфорными и калийными ингредиентами. Оставляйте в комментариях ваши впечатления от посадки флоксов многолетних в саду.